МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увеличение объемов требует улучшения железнодорожной инфраструктуры. Вот только определить источник средств на строительство вторых путей и разъездов перевозчикам недоходного груза пока не удается. Инфляция и сдерживание тарифа на перевозку делают транспортировку угля убыточной. Тарифы на перевозки угля не покрывают даже зависящие расходы железнодорожного транспорта. Чем больше везем, тем больше убытков. Чем больше везем, тем больше убытков. Поэтому здесь не генерируется инвестиционная какая-то составляющая для решения этих задач. Каждая перевезенная тонна, она добавляет убыток во всей деятельности железнодорожного транспорта. Также остро стоит вопрос обеспечения перевалки угля через российские порты. Многие из них сегодня работают на пределе перерабатывающих мощностей. Эксперты считают, что это проблема организационного характера. Есть возможность посмотреть на территорию грузовладельца, что происходит вот здесь, в пункте добычи и отбруски угля. Что происходит в порту, как уголь туда подводится, как он отправляется, как долго он хранится. И посмотрев в комплексе, я уверен, можно найти ресурсы для оптимизации всей транспортной цепочки. Еще один способ экономии ресурсов и оптимизации работы всей транспортной цепочки – внедрение инновационного подвижного состава. Преимущества вагонов грузоподъемностью до 75 тонн уже оценили в Сибирской угольной энергетической компании. Это преодоление инфраструктурных ограничений. То есть одним и тем же количеством подвижного состава мы перевозим разное количество тонн сил грузоподъемности. Но на каком-то этапе для нас этот подвижный состав перестанет быть не универсальным и станет универсальным. Я думаю, что это случится где-то уже в 2016 году. Дело в том, что к концу 2015 года таких вагонов у нас будет почти 10 тысяч. Однако большинство операторов приобретение такого подвижного состава считают нерентабельным, даже с учетом государственных субсидий.